Глава района провёл приём граждан по личным вопросам. На приёме к нему обратились более 30 славянцев. По некоторым вопросам, требующим детального рассмотрения, Роман Сенеговский выехал непосредственно к заявителям, чтобы на месте разобраться в ситуации. С подробностями наши корреспонденты. Первый пункт поездки – улица Гриня, 296А. Хозяйка домовладения Людмила Цветушкина обеспокоена тем, что здесь планируют построить многоэтажный дом, который ограничит подъезд к её дому. Глава района дал поручение специалистам изучить вопрос, проработать все детали. Что касается проезда. Ну, опоры, если так по-хорошему, их можно передвинуть. Конечно. И спокойно можно оформить проезд, но я имею в виду освободить его. То есть опоры мы можем посодействовать, чтобы их передвинули на край, на межу. Этот вопрос будет держаться на контроле. Строительство будет проводиться с учётом интересов жителей. За помощью в решении жилищного вопроса главе района обратилась жительница города Татьяна Боярко. Её квартира по улице Троицкая, 557, находится в ветхом состоянии. И женщина вышла с инициативой отдать свой земельный участок под строительство многоквартирного дома, в котором ей впоследствии выделят квартиру. Глава района объяснил, что такой вариант возможен, но для строительства многоэтажки необходимо найти инвестора. А это дело не одного дня. В перспективе проблема может быть решена. Состояние дорог и уличного освещения волнуют жители посёлка Садового, в частности улицы Алафердова. Пообщавшись с жителями, изучив ситуацию на месте, глава района дал поручение специалистам прогридировать и подсыпать проблемные участки дороги в течение месяца. Что касается освещения, то его планируется сделать в 2018 году. Будем думать, как решать все вопросы, которые вы задали. Хорошо? Да. И дорога, и водопровод, и газ, и в целом. И транспорт, пожалуйста, транспорт. Транспорт, потом соседей, чтобы были, да? Да. Кручное освещение. Выезды по обращениям граждан будут продолжены. По мнению руководителя района, это позволяет детальнее разобраться в вопросе и принять правильное решение. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».